Новосибирск Новосибирск Вот он абрикос Фотографии есть Были взяты несколько ведер крупнейших плодов Во что они превратились Почему я не использовал мякоть Потому что для этого пришлось бы срывать с дерева А раз срываюсь с дерева Надо мне ближе находиться Я боюсь что будет плохо слышно Раз срываешь дерево Тогда погибает кольчатка Вот То есть кольчатка общее слово Плодушка, капеццо Там ему несколько лет надо плодоносить Одному вот такому раструсточку Оторвали Оголили Туда инфекция попала раз А если не инфекция то мороз два Упал плод сам по себе И это прекращается это Затягивает просто Это естественный процесс Поэтому приходится гноить Извините Сразу вопрос на засыпку Здесь вишня а плоды абрикосы Дело в том что вот абрикос Вот абрикос Вот это Или от того что просто абрикосы много и поэтому Всех кормят абрикосами Кормим абрикосами Поверьте ничего плохого не будет Вишня Пошел четвертый год Мощный рост связан с тем что здесь Мажорские предки у него Вот эти вот Это все из косточек Это все берете Из косточек бродского Получились так Это сеянцы Мы уже пробовали плоды Плоды с кислинкой Но съедобные вполне Значит вот Четвертый Номер четыре Дерево заплодоносилось Сейчас номер пять Заплодоносилось Так Ну Уже перезревшее видите И вы когда Себе все соберете Будем двигать дальше На запад Там уже попробовать не получится Ну Гниловат уже Так Потом Потом Соберете И убедитесь Какие получше Попробуйте Убедитесь что съедобные Вот Вам они пригодятся Только потому что Они терпят сырость Одна из проблем Почему я рекламирую Не про рекламирую А пропагандирую Именно вот эти бродские Почему У вас в Новосибирске У нас метр снега Снега много Да А Они Всекотолинский гор Для них это должно быть привычно Значит у вас шанс есть Что Европейский абрикос Гниет А Этот Выживет Вот ради этого я вас пригласил Тут несколько сортов Косочек немного Вот Немножко я их продаю От имени Бродского Юрия Васильевича Так Ну все С этим разобрались Пойдем туда Агрикоса Украины Значит Чувствую себя плохо Лист Это Посутлел Вот Плоды Вместо вот этих 100-150 грамм Всего лишь Сибирь Его переламывает Он привит на манжосы Но Если взять с ним ветку Мы можем получить 100-граммовые Как вот те которые Мы сейчас с вами пойдем смотреть Лист у него особый Вот я не скажу что это абрикосовый Хотите покажу абрикосовый листу Пойдемте Пойдемте Дальше Полновидное Яблоня Это Баргузин Яблоки Становятся Красными Вкусными Вот Естественно Секатор Не приближался Высоковченая Дама Вот такое дерево И пошла Отрезать Все А у меня сейчас Скачет А я валидол пью Думаю господи Да за что Ведь на этой ветке Она должна была быть Давно отрезана Ну тогда Только ради того Чтобы столб торчал А где вы видите Вот Елена Александровна Зайдите с той стороны Я забыл сказать что Сейчас за этим Под аппарат С видеокамерой Держит в руках Елена Александровна Савинича Вот Народ должен знать Свою герою Она Почти Как сказать Ей трудно достается С таким Связалось Плодоношение На вертикальных ветках Противоестественно Ему всего Это Он тоже был посажен Весной Но был однолетним Пересажен Весной 15-го года Никогда вы уже На второй-третий год Не увидите Здесь ни одного плода Только на ветках Продолжение Вот они Смотрите Стоило ветке Пойти в бок На ней Яблочки появились Смотрите дальше Пойдет Пошла она дальше На следующий год Вот Вот здесь будет Вот здесь уже В этом году И получится Обыкновенное Карликовое дерево То есть из-за того Что прививка у меня На 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 это На Сибирку Так А я их уже приучил В Сибирке Первое поколение Я половина мертвых привык У меня ж никогда такого не бывает Первое поколение Каждое поколение Еще раз Открываю Секрет Который я уже несколько раз Рассказывал Но нигде не прочитайте Мы Сибирки Берем Из дикой тайги Сумасшедшая Отсюда 10 километров Где Вообще Дичей не бывает Почему к ней Приживается Вот эта роскошь Да только потому Что в ней Вот здесь вот Гены Сибирки Нескольких поколений И теперь вот эта почка Вот эта ветка Приживается К дикарю Не дикарь к ней Он оттагает все Мичурин прав Но мы научили что Несколько поколений Не то что вот Берешь ветку С первого поколения на второе С первого на третье С первого на десятое Маточный сад То что за что меня критикуют Мне кажется зря Только с молодежью надо брать Откуда берется молодежь А ну то что она только-только Начала плодоносить А вы уже ветку берете Да вот если допустим Это самое Вы мне пол литра поставите Шутка шутка Вот Я вам отрежу эту ветку Болью в сердце Вот И то когда вы сюда Переедете И тут купите участок Вот отрезка вот этой ветки В ноябре или в декабре Можно погубить это дерево В ноябре или в декабре В ноябре В ноябре В ноябре В ноябре Скорее всего в декабре Я жду полного 100% засыпания Тогда отрезаю Конец ноября Начало декабря Вот Так Пойдем дальше Иначе у меня получится сильно длинно Смотрите Одна из загадок Прививал академика Потом буду разбираться С ним Почему такие плоды Прививал академика Листья академика Как это могло случиться Для меня пока загадка Да 50% что я ошибся Что я просто другую веточку взял Ну получил что Давайте пробовать Вот Ну ее придется идентифицировать Жалко выбрасывать Да Сочные Да у меня таких тысячи Вкусные Кислинков Вот Вот Это что получается Если я ошибся Неважно Нужно кому-то заниматься Полукультурными сортами Это продвижение на тысячи километров На востоке На север На тысячи Почему Сейчас Держитесь Когда вы были Мичуринские Давайте Ну каких только в РУЖ не видели Но таких Не видели От моего имени Приехала В РУЖ Она же и коллега Она же и закончила Университет Одно из правил Вот Подтвердилось Вот там Академик Почему Не знаю Он по двое Мог его Вывернуть наизнанку Вот А здесь Стандартный Академик Даже нос не потерял Даже носик Да Видите Потому что там есть Без носиков Здесь Грамм 60 Так Вот Теперь Вот это Ну это не значит что на нем не будет 100 граммов Будет Это первый плод Так Теперь Вот этим веткам Цены нет Это уже примерно Пусть не часто Ну наверное Восьмое Десятое поколение Они Не боятся Вот Этих сибирских морозов Ну до Какого-то предела Здесь все-таки Мороклимат Ветки Обладают Максимальной Как ее называть Максимальной Жизнестойкостью Да Плывут с рта Но если дождаться Когда ему будет 20 лет Взять с него ветку А как ветку брать Вот таких уже не будет Они вот такие Тогда получается почку Ну видимо да Да невидимо Я тогда Идем сюда Вот это дерево Оно это Как ее назвать Я его назвал Она не привитая И у него два Родителя Получилось Я не буду долго говорить Короче Я его назвал Сын полка У него дальше Когда будем брать ветки Ну вот это Александр Ты привал или я? Да персик Весной Вот привит Ну кто-то из нас Кто-то из нас Вот Так хорошо принялся Видите? Вот Смотрите сюда Ну учеба из учеба Почему вращеп? Почему две прививки? У нас шанс увеличили в два раза Один не пошел Другой пошел Вращеп потому что толстая Наверное веточка Поэтому Ну во-первых это Во-вторых хочется быстрее урожай получить Ведь привей я вот такую ветку Вот допустим Вот Что вы думаете? Во-первых Здесь будет В сто раз меньше плодов Так принято Вот Двухлетку привил И она пошла А эта Отстает сильно От нее И получается Как? Мы шансы использовали Одна не пошла Другая пошла Мы уже прививки Так? Вот Потом мы попробуем Как это дерево изменится Под воздействием прививки Как будет взаимовлияние Здесь уже получилось Смотрите Яна Александровна Спор у нас был Или это С Сергеем Не помню Вот это видите Маньчжурица пылил Так Смотрите И таких тут не одна Теперь Теперь Поднимаемся Под дерево Второй отец Вот Жалко это самое Получше бы найти плодик Второй отец Ну в общем получается так Два отца И назвал его сын полка Серафим С ярко-красными плодами Превратился Черт его что Вот То что я говорил На том участке Ну что я могу сделать то Меняются Как хотят Они опаляли друг друга Видите Смотрите Разве это Серафим Но Серафим Относится к сладчайшим Еще Прошу не удивляться Дело в том Что Потом покажу Есть такое Письмо Где написано Ага лопнули И там завелись муравьи Так я бы вместе залез бы Сладость то какая Сладкие значит Муравьи Впервые такие дожди Первые Вот Дожди на уровне Питера На уровне Хабаровска Пока Там потому что Два пылителя Это прям десертный вкус Ну Он еще мелкий по моему Смотрите 40-50 грамм Так Пойдем дальше Фаина очень близко между узли А здесь нет Фаина Да Вот еще одна Фаина Ну-ка если на ней расползлись То все таки Фаина Фаина между узли Она настолько близкая Ну вот Твердежная подвое Качество расплывается Я замерла Вкусно 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 очень Так Я ничего не могу поделать Дело в том что Брались на косточки Вообще не известно что вырасти Так Ну что Теперь Время Истекает Пойдемте на тот участок Тут много интересного Ну как Вот мы прививали Северно-садной Прививка Этой самой Окулировкой Посмотрим С которой я всю жизнь воевал Это то что вы летом делали Да? В середине июля Устроился сюрприз Приезжал целый веник С черешними Абрикосами В этом году я посадил Однолетние персики Сеянцы Сеянцы Сюда под крышу Четыре сеянцы Тимошкины Четыре Сонькины Четыре Санькины Значит Те персики Еще одна такая зима И последняя замерзнута у меня Вместо плодов Те годы прошли У них тоже свой Как бы Запас прочности закончился Вот А это Да Значит И персики попробовать И это Ну назовем это Страховой фонд Поэтому они такие Между ними еще растут Временные А зимой Как им здесь будет? Не холодно? Лена Александровна Не имею ни малейшего понятия У меня нет опыта Я ничего не буду делать Зимой Укрывать будете? Куда? Они и так теплиться Вода на укрытие Так может быть снега не будет И им будет еще холодней? Ну и что? Три года А вообще смотрите Как они выглядят Вот так Вот этот будет пересажен Здесь есть Путин новые сорта Вот он красавец Видите какие у него листы Он будет пересажен Просто временно А почему временно Некуда садить было Угу Так Приехали ко мне Елена Александровна Савиничка Официально Как стажер Нет Практикант Практикант Мое хозяйство Незаконное Не официальное Но знаменитое Ну Ей тут же Взяли мы Я нож Она приусилен тут Вот результат Это вот то что весной Сорта не простые Если там посмотреть Что там на них написано Потекут слюни Вот Вот эти вот были годом раньше Вот смотрите Вот это годом раньше Вот это годом раньше Вот это все Свежие посадки Здесь перемежаются Сергея Железова Вот показываете Остатки его питомника Где место еще есть Да? Вот Использовали каждый квадратный метр И здесь уже подрастают яблоки Самое интересное что Что за сорт Потом разберемся Бирка была потеряна Вот Вот Видите Это пока еще Еще зеленая Вот Ну так Навскидку по форме Или апорт Или Голден делишес Но неправильный Может это спартан? Не знаю Посмотрим когда созреет Эти деревья Не опрыскивали Так Значит Повреждения От тли Есть Не скрываю Но Ровно столько Чтобы прокормить Муравьев Видите? Вот Здесь Муравьи Санитары Здесь Муравьи Цари Вот У них своя жизнь Я в эту жизнь вмешиваюсь Сколько надо Пожертвована Вот этой веткой Видите? В даре Вот Плодоносить Вон Покажите еще раз Не мешает Так Большинство листьев Абсолютно здоровые Вот Попросту говоря Где же не набраться Муравьев Чтобы они Это Итли Да они тут Даже Одного процента Получается Да в том то и дело Но это в здоровом саду Ну короче Мне неудобно говорить Сейчас фамилия Как получилось Вот Вот Единственное дерево Которое Здесь Не климат Вот так скажу Почему Смотрите дальше Вот они Мои красавцы Вот они Совершенно здоровые Им еще знаете Что не хватает Соседский сад Заброшенный Им не хватает Солнца К вечеру Растет Европеец Под названием Бирочка на нем есть Там Можете не смотреть Там написано Дар небес Так Как это случилось Годом раньше Здесь была Грядка Все здесь Было Абрикосы Это сейчас Перешли На Это вишни Это яблони Здесь была Грядка Какой остался Самый лучший Самый лучший Самый Которое место Видите Оттуда Два метра Оттуда А то Рост бы в другом месте И не остался Это Свежий пример Но уже Европейц Чуть-чуть Вот посмотрите Видите На дальневосточных Вы не увидите Ни одного пятнышка Вот А это еще Одно-два поколения Все Приучим Привит на манчжурцы Мы стоим вот из-за этого И вот что-то валяется Вот это Жардель с Украины Корнесобственная То есть В ней уже гены Манчжурца есть Как Перезимовала зиму Вы видите То есть Херсонская область Кстати Там какой-то плод висит Ага Вот Это Королевские Ну это Они бывают крупнее Но это Не каждый крупный Так вот Повторяю Это Жардель Это Херсонская область Береславский район Вот Но на Манчжурца был Привит Он напитался Генами Манчжурца Супер Маратрыкова И теперь Будучи самостоятельным Дерем Сиенцем Он Две зимы перенес Вот это И вот третья зима Но Очень страшные обрезки Посмотрите Мне пришлось как рязать У него После второй зимы На единственном Были Эти Пара цветочных почек Я его Самый крупный был Самый такой Из сотен Я его взял И пересадил Та сотня вся Была уничтожена Их искать Вот они Посмотрите Видите Вот здесь сбоку одна цветочная почка На следующий год Она уже Должна цветочная почка Да На следующий год Мы уже попробуем Мне интересно что Он с одной стороны должен быть вот такой Вот Прекрасный вкус Все Дня река сохранить Почему? Ну крайне кто бы их прививал Они так из года в год Из тысячи лет Вдоль дорог Все прекрасно Нет, какой-то отбор есть Кто себе сад садит Он старается Ну понятно Какой-то отбор Но все равно он остается Фактически дикарем А у него рядом А у него рядом Кто растет Академик с одной стороны Академик с другой стороны Академик с другой стороны Фаина с третьей стороны Вот теперь Я жду чудо Это уже не будет Посмотрим Да Судя по состоянию листвы Да Здесь нормальная почва Потому что никто Не косит Никто Отсюда Не выносит Здесь был питомник И очень густо Все росло И потом мне надо было выбирать Так И я вынужден был Вот смотрите Видите Вот это расстояние Как питомница Вот это привитое дерево Вон туда Покажите Что это настоящий Королевский Вон туда Нет Вон туда Ну он еще не созрел А теперь смотрите Значит А этот тоже был привит Вон он Но он Прилегка погибла А почему я оба держал На расстоянии полуметра Для опыления Взаимного А потому что жалко было Нет Просто жалко было Выкапывать Принцип был такой Повредили бы оба Нет Смотрите Кто нибудь помрет Здесь прививка сохранилась Вот вы сейчас Сняли прекрасные плоды У второго прививка Погибла Угу И тут я сказал себе А не буду я Манчжурца Убирать Она погибла не сразу Так В нем напитался генами Раз Второе Такое близкое соседство Это идеальное Перекрестное опыление Но уже ближе некуда Ветки вот Переплелись Так И давайте смотреть Разве это не чудо? Дерево разное Карта разная Один дикарь оккультурился Окультурный не думал Даже дикарь Одичай Один раз Вот этот Упал Свежий Я хочу Чтобы вы попробовали Манчжурца Переделанного Попробуйте Попробуйте Вот этот Свежий Упал Какой свежий Тут Большой Нет Манчжурца Это не королевский Это академик Я оговорился Пробуйте тот И вот почище Получше Вот этот Ваше мнение Дикарь Окультурский Но он еще зелененький Манчжурца Его родители Есть невозможно Было А то что зелененький Это плохо Это вам дорогу Он должен быть еще жесткий Потому что я Он жестковатый Потому что я его с дерева Но он не сухой Он очень сочный Шкурка кисленькая Без горечи абсолютно Покажи я вам те плоды Пусть удивляется Это Да Вы еще успели Вы еще успели Приехать Они Почему я сразу Оговорился И принял его За этого Издаля За королевского По одной простой причине Эти стали округляться Так Королевские стали увеличиться В размерах И достигли размера Академика Я ничего с этим Поделки могу Вот Смотрите Что-то еще Ладно Вот А вот это я уже называю Как Кор-дю-мап В честь Я его называю Эстин Николаевич Кордюмов Великий гражданин России Но в Москве этого не знают Но тебя может узнают Потому что Я хочу показать Что на деревьях Что на деревьях творится Это Вот Всего где-то собрано Ведер 50 Так А На деревьях И столько Что кажется Что их никто не Собирал Что они еще только Падать собираются Вот Вот это красота Вот это красота Вот это красота Я это Елена Александровна Я пройдусь Немножко с включенной камерой Да Потому что все равно Никто не поверит Скажут что это В Крым ездили Вот Вот Видите Вон жердель С нее обычно собираем Ведер 15-20 Но сейчас уже ничего нет Она с Украины Она рано поспела Вот Сейчас я пробегусь Вот так вот 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 так Вот так Вот так Академики уже отошли Вот Сеянцы Манчжурцы Их тут десятки деревьев Они еще И не думали Падать Не смотрите На неопрятный вид Это только на семена Мы жертвуем Мякотью Мякотью Есть ее Невозможно Наша задача Не трясти деревья Вот Вот так бы если ходить Ходить Ну на яблоки Мы смотреть сейчас Не будем Не до них На сливы смотреть Не будем Не до них Так Колновидные яблони Тоже не будем Не до них Вот здесь уже все Собирали Еще не все Собрали Вот они Последние академики Задержались Потому что здесь в густоте Они плохо Возревают Возревают Приходится им Давать еще Время на вызревание А там у меня В углу Знаменитая фаина Которую я сделал Своими руками Сделал ее знаменитой Это расширило Возможности науки Подумаешь Такие термины Оказываются Незнакомы Вот Что так плохо видно Ага Вот это вот Вот это вот Вся эта красота В общем то Что я сейчас Я вам показал Потому что Это маленький кусочек сада Это процентов Попало в кадр Процентов 5-10 Вон они муравьи Куда ты удрал Ну-ка иди сюда А вот они есть Вот эти муравьи Обвиняют врагами Что они Съедают мякоть Ух какие сволочи На самом деле Мы едим сладкое И они сладкое Это самое Сладкое дерево Какое можно только представить Вот Ой-ой-ой Как ты вовремя Вот она оса Так вот Виноваты То Что это Очень сладкий Сорт Это из моей высшей лиги Виновата То что были Сильнейшие дожди Первый раз За 35 лет Были такие сильные дожди И они начали лопаться И вот на лопнувшее Вот это же дерево Смотрите И никто его не трогает Иди Анна А это что такое Практикантка И это Вот Как Наличие муравьев На Перезревших Абрикосах Вот Садовод Посчитал Да Вот это Сними Не-не-не-не-не А теперь можно Нет-нет Мне надо сфотографировать Там оса была Она улетела Вот Сразу не сняли Тут оса была Так вот Но главное это муравьи Муравьев назвали врагами Какие к черту враги Они едят сладкое Вот Я их подкармливаю Потому что Совершенно здоровый сад Благодаря Тем же муравьям Вот На этом же дереве На этом же подчеркиваю Вот Смотрим Вот эту ветку Как так может быть А это уже подвой А это уже ветка С нижней прививки Вон она Так Это оккультуренная Сын манжурского абрикоса Один из сыновей Двадцати или тридцати Моих сыновей Оккультуренный Так Он дозреет Его уже дикарем не назовешь Он переходит У меня во вторую лигу Полукультурных Так Кроме этого первая лига Ну Серафима Мура Артема И уже совсем высшая лига А это сама знаешь Воина Академик Королевский Королевский